Одинную концепцию вонковой рекламы для старожитной частки областного центра пропонуют зарабить могилевские историки. Справу тем, что вонковая реклама – заправдная проблема исторических улиц и будинков. По закону обгандли, кожная крама, альбо объект харшивания и послуг повинна себе обозначить. Однако, часом за рекламными шильдами не башна самих будинков, многие из которых является историка культурной каштовностью. Как выправить эту ситуацию, выясняли наши корреспонденты. Так отрималось, что в Могилеве, улице Ленинская, это и историчная частка города, и гандлево-забавляльная. Тому от рекламы тут никуда не деться. И часом от этого у проигрыши архитектурные помники. Таким вот чином, как тут, на былой гостинице «Метрополь», не повинна реклама закрывать архитектурные отметности. Вокна, проемы, карнизы, сухарики или иншие архитектурные элементы. Размещение шильдов на историко-культурных помниках узгодняется у Гарвы Конками, а коли помник першой другой категоры, навод у Министерства культуры Беларуси. А лея не глядит же на усеи намагания архитекторов одинной концепции размещения шильдов у Могилеве – Пакульня-Ма. Естественно, мы отслеживаем рекламу. Сейчас штендеры стараемся бороться на улице Ленинской. Штендеры, так называемые раскладушки. То есть мы постоянно убираем, иногда мы только пройдем, наши специалисты проходят, пишут предписания. Ну, бывает, что они потом опять возникают. Значит, повторно мы уже будем привлекать. Размещение мы этих запретили по улице, что касается улицы Ленинской, чтобы не мешало пешеходному движению. Часом назвы и литеры рекламных шильдов, самостоянно придуманных предпринимальниками для своих объектов, узгодняется в управлении по архитектуре и городободавництву по некольки разов, а леусе ровно не уписываются у архитектурный ансамбль. Ввысь с ситуацией пропонуют могилевские историки. Поэтому нужно, чтобы эти названия или реклама органично вписывались в архитектуру. То есть, когда это будет в конце 19-го года, альбо 18-го, альбо ранее 100-го года, нужно делать так, как было принято в стиле той эпохи, альбо архитектурного стиля. Что до рекламных счетов 3 на 6 метров, то место для их пропонуются пропонуются сгодно специальному плану размещения рекламы – уздовж трасс и у микрорайонах. Состоится додать, что вонковая реклама, створенная у одной мостатской концепции, могла б не сховать, а только подкреслить исторический колорит нашего старожидного города. Ганна Лапо, Дзянис Бутылин, Юрий Оласов, Миколай Соболев. Новинный регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова